Ахахаха В праздничные дни акмолинские стражи порядка несли службу в усиленном режиме. В связи с этим в Кокшетау состоялся развод личного состава с участием ветеранов полиции, вышедших на заслуженный отдых. Акмолинскими полицейскими были разработаны специальные маршруты патрулирования, максимально приближенные к местам проведения праздничных мероприятий. Продвлены режимы работы участковых пунктов полиции, увеличена плотность выставляемых дорожно-патрульных нарядов из числа сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии. Созданы дополнительные следственно-оперативные группы. В преддверии праздника дня на УРЭС личным составом УВД города Кокштал переведен усиленный вариант несения службы. В настоящее время, согласно расстановке, у нас задействовано 323 сотрудника полиции, 38 автопатрулей, а также 20 пенсионеров из числа пенсионеров органов внутренних дел в качестве наставников. Данные наставники будут проводить патрули совместно с участковым инспектором полиции и нести службу в опорных пунктах. В праздничные дни, как правило, совершается меньшее количество правонарушений. Это связано не только с повышением сознательности граждан, но и более плотными нарядами полиции, что позволяет не допускать совершения преступлений, а в случае совершения оказывать помощь в кратчайшее время. Полицейские просят граждан быть сознательными и предельно бдительными, незамедлительно сообщать в полицию обо всех фактах нарушения законности и иных инцидентах, вызывающих подозрения. В эту горячую для полицейских пору на помощь молодым сотрудникам пришли ветераны, вышедшие на пенсию. Они делятся своим опытом и будут работать в эти дни наряду с действующими сотрудниками. Наши ветераны орган внутренних дел, приказы начальника ОВД, закреплены за участковыми пунктами полиции и оказывают всестороннюю помощь сотрудникам ОВД горных шестов, в частности, оказание юридической персональной помощи. Они неделю несколько раз выходят на полные пункты и постоянно помогают личным составам. Отметим, что 17 марта завершилась масштабная спецотработка правопорядок, в рамках которой инспекторы вместе с ветеранами полиции посетили по месту жительства всех лиц, стоящих на профилактических учетах, в том числе ранее судимых, условно-досрочно освобожденных, неблагополучные семьи и трудных подростков. Полицейские провели профилактические беседы и проверили жилищные условия этих людей. Работа ветеранов ОВД совместно с действующими сотрудниками – это уникальная практика. Ведь все мы прекрасно понимаем, что главное в любой работе – это собранный годами опыт. И только опираясь на него можно достичь по-настоящему высоких результатов. Первым объектом, куда мы направились вместе со стражами порядка, стал классический притон, хозяин которого ранее в домашних условиях изготавливал наркотики и употреблял вместе со своими гостями. Наркотики – бич 21 века. На сегодня очень актуальная проблема. И сейчас мы вместе с сотрудниками МПС ДВД Акмолинской области посетим один из наркопритонов нашего региона. Уже на входе в дом мы встретили молодого человека, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Этот факт не остался без внимания местного участкового. Встретившиеся нам люди были явно не рады присутствию камер и даже пытались препятствовать съемке. С кем живете? Я бы все, чтобы он не думает. А, ваше. А что в состоянии алкогольного опьянения? Я сработал. Здесь дети вот играются. Работают? А где работаете? Давайте, уважаем, мы еще раз пьяного. Я сработал. После этого мы направились в квартиру, где и находился притон. Судя по состоянию подъезда, ни сам хозяин квартиры, ни его соседи не беспокоятся о чистоте собственного дома. Везде ощущается неприятный запах и лежат различные бытовые вещи. Дверь долго не открывали, но в конце концов нам удалось попасть в квартиру. Участковый. 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 Я к нему и стучу. Антон, открывай обестрелить. Войдя в квартиру, в нос бросился резкий въевшийся в стены и мебель запах ацетона, который, по словам полицейских, и является основным компонентом, изготавливаемого хозяином наркотика. Молодой человек при появлении сотрудников полиции сразу же открыл окно. Как нам рассказали стражи порядка, этот человек неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершенные кражи. Честный день. Да. Это Марин. Этот человек, значит, прибыл, Антон Игоревич. В 80-м году рождения, да. Он стоит на учете у нас в квартире, как притон. Он собирается здесь. Все лица под учетом судимые, на команды, ваше судимые. Как это? Как это? Я не слышал, что я не слышал. А, в стену, что я не слышал. Квартира была полностью проверена, посторонних лиц не обнаружено. Лишь на газовой плите в маленькой эмалированной кастрюльке кипела вода. По словам молодого человека, он собирался готовить еду. Ветеран полиции, сопровождавший нас в рейде с высоты своего жизненного опыта, провел с хозяином квартиры профилактическую беседу. Вот это, вы это, все это надо бросать, все это делать надо. Как тебе зовут? Меня Антон зовут. А, Антон, вот это все, сколько вам лет? 30. 30, 30 лет. Молодой, тебе беречь надо. Надо вот это, бросать все это надо. Что вы доходили? Наоборот, другим это пример показывать. Здесь дом у тебя хороший. А что тебе надо? Работай. Ну, ты зарабатываешь деньги. А почему притон здесь? Почему запах здесь? Ну, это раньше было сейчас всю. Я уже с прошлыми друзьями, уже даже на прот не пускаю, не заходят они сюда. Честно, вот только по работе мне два человека ко мне приходят, и все. Мы по сантехнике работаем. Вы сами откуда вообще? Вообще, я родом с Караганды. Караганда? А родители здесь же? Нет, в России. А, видишь, там родители, там ты, там, и тут ты хулиганом заберешься. Сам себе предоставлен, ежемесячно, в месяц, по нескольку раз кражи совершают. Последний раз, когда? Позавчера? Когда совершал? Последний раз. Позавчера это было. С чего? С чего вы это? Вы работаете, говорите. А почему этот краж совершили? На какого основания? Вот придет другое, твой квартиру будет воровать, тебе приятно будет? Нет, нет, нет. Вот так же самое. Каждый с копейкой собирает и покупает. Вот тот телевизор сделал, тот телевизор вот это примерно украл. Конечно. Зачем ты чужих берешь? Давай, Антон, я всегда выводы делаю с тобой. Выводы делайте, сколько тебя. Сколько выводов, сколько с тобой можно уже... Молодой, перейди еще. Все, бросай все это. А по старой все, знаете, все, боком выходит она. Или ты хочешь обратно, чтобы тебя посадили? Зачем там в зоне? Чего хорошего там? Чем? Ничего хорошего. Ничего хорошего нету. Антон, за что вы добывали наказания? Последний раз за окражу. Золото украл. Что украл золото? Золото. Это золото тебе надо? Да, елки-папки. Своим трудом. Копейки ты получишь, твое. Десять копеек, твое. Не надо чужих брать. Вот другое придет, твое, вот тебе кражут, совершают. Тебе приятно будет? После такого разговора молодой человек признался, что покончил со своим криминальным прошлым и сейчас ищет работу. Планирует сделать небольшой ремонт в квартире и твердо встать на путь исправления. К сожалению, алкоголь является не менее важной и актуальной проблемой, чем наркотики. И сейчас мы приехали в один из алкопритонов нашего города. За мной. Вот что мы видим. Достаточно странные заборы. Видно, что хоть и в этом состоянии. И дом тоже не лучшего качества. Сейчас посмотрим, что же здесь будет происходить. Пойдемте вместе за участковым и посмотрим. В этом доме хозяйкой является женщина, которая сама злоупотребляет алкоголем. Здесь мы увидели еще двоих мужчин, которые при виде камеры и сотрудников полиции поспешили ретироваться с места событий. Где хозяин квартиры? Стесниться. Я здесь, перед вами. Что за посторонние лица? Здесь. А что, они зашли просто? Только что мы увидели ряд посторонних лиц в этом доме. И сейчас посмотрим, как нам это прокомментирует хозяйка. Для какой цели это вообще все делается? Объясните, пожалуйста, кто все эти люди, которые были у вас? И с какой целью они к вам прибыли? Эти люди, это соседи. Замечательно. А с какой целью они к вам пришли? Просто пришли. Вот чай попить его. Вот чай налила, чай пьют. А вот в каком состоянии? В нормальном состоянии. Вот дом посмотрим. Посмотрим. Можно надпусти. Спасибо. Только не обутается. Смотрите. Я уберу так. А то алкоголики, все алкоголики. Конечно. И черт. Здесь деньги живут? Да, живут здесь. Для какой цели вообще? Смотрите. Нет, а махлорка. Просто мне нужно еще немного прийти. Как заявила хозяйка, в этот вечер ничего противоправного они не совершали. Алкоголя у них не было. Она вместе со своими друзьями собиралась выпить обыкновенного чая. Оснований ей не верить у нас не было. Вот с одним из ее гостей участковый провел серьезную беседу. А сейчас мы посмотрим, как участковый проводит профилактическую беседу с посетителями этого дома. Руку уберите, пожалуйста. Ну не хочет, не хочет. Ладно, без проблем. Смотри еще. Чтоб не нарушали. Нет, лапу пьяная. Раскопу обеду. Нет, ну зачем ты трезвый человек? Все, зайдите домой. Зайдите домой. Домой зайдите. Где он трезвый? Я трезвая. Зачем? Вы домой зайдите. Зачем ты так? Следующая квартира, в которую мы направились, принадлежит совсем молодому парню. Ему всего 19 лет, а он уже состоит на учете как владелец алкопритона. В квартире, по большому счету, остались лишь стены да продавленный диван. Сам молодой человек уверяет, что с алкоголем покончено, и он намерен встать на путь исправления. Большая заслуга в этом принадлежит участковому инспектору полиции, который постоянно его контролирует и проводит профилактические беседы. Молодой человек согласился дать нам небольшое интервью и рассказал о себе. Где ты работаешь? На чете работаю. А чем занимаешься? Почему начал потреблять спиртные напитки? Ну, приехал сюда, брат, тоже научился. Откуда брат приехал? Нет, я сюда приехал, брат держил. Твоя квартира? Да. А в каком году ты сюда приехал? Я в 10. В 10, ой, в 10, в 15. Ты где-то учился, что-то заканчивал? Бросил. А где учился? В Щучинске учился. Почему бросил? Ну, по обстоятельствам. Сейчас чем планируешь заниматься в дальнейшем? Работать. Сейчас где-то работаешь? Да, учимся. Где? В Васильковке. Кем? В Рома Рабочей. Хватает зарплаты на жизнь? Фу, хватает. Сюда кого-то приводишь? Нет. Есть информация, что ты содержишь притон, это правда? Нет, это правда. То есть здесь никого, кроме тебя, не бывает? Бывает, притон-то. Ну, притон не содержит. А почему квартира в таком плачевном состоянии находится? Давно так уже в таком состоянии. Почему не ремонтируешь? Можно же просто навести порядки. Времонтируем. Сколько времени уже не употребляешь спиртные напитки? Дом. Не знаю, нужно месяц. Мы выходили из этой квартиры со смешанными чувствами, но в первую очередь, конечно, чувством жалости к этому парню, который, будем надеяться, все же сумеет покончить с пагубной привычкой и создать полноценную ячейку общества. Следующим объектом нашего посещения стал частный дом, хозяйкой которого также является женщина, которая злоупотребляет спиртными напитками и зачастую собирает у себя других любителей выпить. С ней также была проведена профилактическая беседа. Кроме того, в этом доме мы увидели весьма необычного жителя. Это настоящий британский, весьма упитанный кот. Как призналась хозяйка, это подарок, и кота она очень любит. Последним местом нашего посещения стала комната в общежитии, где проживают мужчина и женщина. Мы находимся в очередном алкобритоне нашего города. Здесь только что выбило пробки, света абсолютно нет. Несмотря на то, что в этом доме располагается такое злачное место, есть замечательная надпись за вынос мусора в подъезде штраф в 3000 тенге. Можно сделать вот, что здесь живут достаточно культурные люди. После посещения этого места рейд был полностью окончен. Журналистические беседы проведены, а жильцы этих квартир предупреждены о том, что праздники не повод для очередного распития спиртных напитков. Будем надеяться, что они действительно поняли, что такой образ жизни не приводит ни к чему хорошему и твердо встали на путь исправления. Время нашей программы подошло к концу. Смотрите нас каждое воскресенье ровно в 19.45. Соблюдайте законы, берегите себя и тех, кто наполняет вашу жизнь смыслом. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин